Получить загранпаспорт, устроить ребенка в детский сад, оформить прописку – вопросы стандартные для МФЦ. Однако сейчас они не звучат вслух. Первым в Московской области Щелковский многофункциональный центр реализует важный проект. Сервис «Рудопереводчик онлайн» поможет людям с ограниченными возможностями здоровья по слуху получить полный спектр услуг МФЦ, общаясь на привычном для них языке жестов. Мы начали готовиться к этому проекту примерно с мая месяца. Устранили технические и финансовые препятствия, которые возникали на пути реализации. Сейчас проект полностью готов к реализации, сегодня запуск. Технология достаточно проста. Тут нет инновационного секрета, только труд квалифицированных специалистов. «Рудопереводчик» в данном случае работает удаленно, общается с клиентом по видеосвязи и переводит язык жестов оператору МФЦ. Тот, в свою очередь, помогает реализовать необходимую услугу. В день запуска сервиса им смогли воспользоваться люди с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в городе Щелково. В данный момент многофункциональный центр Щелковского района оказывает порядка 320 различных видов государственных и муниципальных услуг. Теперь они доступны и для людей с ограниченными возможностями здоровья по слуху. По статистике, каждую неделю в Щелковский МФЦ обращается порядка трех таких жителей. Этот пилотный проект был запущен в рамках московской областной программы «Доступная среда». Она реализуется в Щелковском районе по многим направлениям, в первую очередь охватывая социально значимые учреждения. Так, например, планируется, что к концу 2018 года порядка 64% объектов соцсферы будут соответствовать стандартам региональной программы. В целом мы достаточно плотно занимаемся развитием доступной среды на территории района. Это связано и с удобностью проходов помещения. Но в данном случае одним из первых МФЦ мы стали по включению услуги по сурдопереводу для заявителей с ограниченными возможностями по слуху. Конечно, безусловно, мы понимаем, что эта программа начала свою реализацию несколько лет назад. Сейчас у нас есть понимание о том, что наш губернатор идет на второй срок. Мы понимаем, что программа будет пролонгироваться, потому что он большую поддержку им оказывает. И очень рассчитываем на то, что такие стартовые проекты, они будут повсеместно распространяться не только на уровне МФЦ, но и на уровне любых других социальных учреждений. Всего на территории Щелковского района в данный момент проживает порядка 500 людей с ограниченными возможностями здоровья по слуху. Так прогнозируется, что новый сервис МФЦ будет действительно востребован.